Мы говорим про перевозки по регулируемым тарифам. Они проводятся не посредством проведения конкурса, а посредством проведения аукциона, который четко регламентируется 44-м федеральным законом. То есть там невозможно какие-то свои пожелания высказывать не нам, как заказчику, что мы там какие-то дополнительные требования выставляем к участникам конкурса. И также жестко регламентируют требования к участникам конкурса. Они тоже должны предоставить только тот пакет документов, который прописан четко в 44-м федеральном законе, ну с учетом 220-го ФЗ. В 220-м ФЗ установлено, что участник аукциона должен подтвердить наличие у него на любом праве, это не обязательно в собственности, это может быть и безвозмездное пользование, на любом праве наличие транспортных средств, необходимых для осуществления перевозки в том объеме, в том количестве, которое требуется с аукционной документацией, либо он должен быть участником простого товарищества с другими организациями, которые предоставляют транспортные средства. Но подтвердить наличие необходимого транспорта он должен. Ну, я так думаю, что это связано с тем, что в последнее время очень сильно увеличились дорожно-транспортные происшествия, всякие разные негативные моменты, дорожная ситуация с автобусами, с массовой гибелью, травматизмом людей, и поэтому законодательство ужесточило в этом плане требования к перевозчикам. То есть не просто голая организация придет, выиграет, а потом наберет там непонятно кого, без трудовых договоров и всего прочего, потому что наличие трудового договора с водителем сейчас тоже является обязательным требованием к перевозчику. Да, требования ужесточились, но они направлены в первую очередь на обеспечение безопасности перевозчиков. Поэтому механизмы получения таких транспортных средств и заключения договоров простого товарищества, они законодательно есть, и поэтому ничего не препятствует участникам заключить такие договоры. Нет, не в собственности, в аренде, на любом праве, может быть в лизинге, конечно, на любом праве, на любом законном праве у них должно быть транспортные средства. То есть просто чуть перестали на местные условия, не после заключения, а до заключения должны показать, кто у них будет ездить и на чем будет ездить. То есть, еще раз повторюсь, это изменения действительно связаны с обеспечением безопасности, но они не носят принципиального, тем более губительного характера для перевозчиков. Продолжение следует...